Высокие технологии. Хай-Тек. Это программа, которая призвана обеспечить европейские города экологически чистым общественным транспортом, но первая, которая пройдена от самого начального до последнего этапа всего проекта. Инциденты, транспортные пробки, общая загруженность центральных улиц и артерий крупных городов. Эти проблемы можно решить, развивая сеть общественного экологически чистого транспорта. Более того, сегодня такому транспорту уже не требуются водители. Управление полностью автоматизировано. Автобусы изготовлены на французском предприятии RoboSoft. Длина их 5 метров, ширина 1,5 метра. Вместимость – до 10 пассажиров. Одно место предусмотрено для тех, кто передвигается в инвалидной коляске. Скорость автобуса составляет около 20 км в час. Общая протяженность маршрута – чуть менее 2,5 км. Автобусы оснащены навигационными приборами, лазерными датчиками, позволяющими избежать препятствий на дороге. Контроль осуществляется с помощью портового компьютера. За порядком на трассе следит центр управления движением. Каждый автобус оснащен 12-ю аккумуляторными батареями. Время их зарядки – чуть больше двух часов. Электрический двигатель – фактически компьютер. Его функции контролируются особым программным обеспечением. Разумеется, такого рода транспортное средство нуждается в создании новой инфраструктуры, которая поддерживает его движение на протяжении всего маршрута. Такого рода автобус может двигаться только по специальной выделенной полосе, на которой запрещено находиться любому другому транспорту, как и пешеходам. Изменить общественный климат и настрой по отношению к новому способу двигаться в городе – очень непростая задача, признаются те, кто вводил маршрут в действие. «Всегда есть и будет соблазн двигаться в том ряду, который свободен», – отмечают специалисты. Система оповещения автобуса действует с тем расчетом, чтобы улавливать препятствия на таком расстоянии, которое позволяет вовремя остановиться, если же дистанция недостаточно, возникает риск аварии или дорожного инцидента. Диспойна Самара – мама, которая ежедневно отвозит своих сыновей, но рук английского языка. Сегодня она пользуется этим автобусом впервые. Ее уговорили дети. «Очень тихо – это первое, на что обращаешь внимание. О том, что автобус приближается к остановке, оповещает звуковой сигнал. Движение довольно быстрое. Я даже не ожидала, что скорость будет почти такой же, как и у обычных автобусов. Детям очень понравилось. Ход плавный, без резкого торможения. Трикола в качестве плацдарма для развития такого транспорта была выбрана не случайно. Город давно предлагает жителям и туристам альтернативные способы передвижения от велосипедов до самокатов. Тем не менее, даже в Триколе есть те, кто не очень доволен нововведением. Думаю, что потребуется время для того, чтобы появилась устойчивая привычка пользоваться таким видом транспорта. И еще большее время, чтобы жители приняли бы его как данность. Нововведение происходит не в один день. Нам требовалось проводить дорожные работы. Следующий этап – внедрение подобных автобусов «Испанские Леон». Затем наступит очередь Милана, французской Лерашели и некоторых городов в скандинавских странах. Внедрение проекта «Сити Мобил-2» рассчитано на несколько лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова